Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии в рамках проводимых мероприятий, посвященных 75-летию Победы, запустило в ведомственную патриотическую акцию «Автограф Победы». Каждый из сотрудников Росгвардии рассказал о боевом пути своих предков. О самой акции и о других патриотических мероприятиях, проводимых Росгвардейцами, расскажет Олег Алипшоков. В этом году Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели множество военно-патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие акции способствуют в первую очередь воспитанию молодежи в духе патриотизма и самое главное – это дань памяти героическому подвигу старшего поколения. Всего с начала года проведено уже более 100 таких мероприятий, цели которых раскрывают сами названия. Победа в моем сердце, потомки победителей, лица Победы, летопись подвига, стихи Победы. Участие вот в этих акциях не проходит бесследно. Количество участников увеличивается. В рамках патриотической акции автограф Победы военнослужащего управления Росгвардии Ольга Майорова рассказала нашей съемочной группе о боевом пути своего деда Василия Гнездилова. В апреле 1942 года Василий Гнездилов был зачислен курсантом-минером в школу оружия учебного отряда гражданского флота. По окончанию был зачислен в московский флотский экипаж. Прошел всю войну в рядах Красной Армии в качестве минера на тральщиках Черноморского флота. Принимал участие в битве за Кавказ. За стойкость, храбрость и мужество мой дедушка Гнездилова Василий Никитович в Казах президента 1925 года был удостоен ордена Отечественной войны второй степени. Также были получены им медали Нахимова, медаль за победу на Германии, а также медаль Жукова. После войны Василий Гнездилов работал каменщиком 4-го разряда и неоднократно был награжден за успехи в труде. Дедушка никогда не любил рассказывать о войне и очень переживал, когда об этом захотел разговор, вспоминает внучка героя. Действительно я горжусь тем, что я внучка такого человека. Дедушка хоть и нас берег и не рассказывал все ужасы той войны, которую прошли тысячи людей у нас в России. Также я хотела бы отметить, что продолжаю деятельность своего рода и также прохожу военную службу в рядах Росгвардии. Несмотря на то, что он пережил все ужасы войны, всегда был мягким, честным и порядочным человеком. И сегодня, проходя службу в рядах Росгвардии, дедушка навсегда будет для меня примером мужества и доблести, отметила лейтенант юстиции Ольга Майорова. Аля Халебшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова